В этом году Единая дежурно-диспетчерская служба отработала несколько сотен тысяч звонков. Чтобы оперативные службы своевременно реагировали на обращения, а сотрудники муниципальной службы спасения оперативно выполняли поставленные задачи, регулярно проводятся комплексные учения. В этом году их было 82. Профессиональные навыки экстренного реагирования и предотвращения чрезвычайных ситуаций отрабатываются не только по заранее прописанному сценарию, но и в условиях реальности. В этом году в Сочи режим ЧС вводился 12 раз. В этом году погода нас не жалует. Сентябрьское потопление, осеннее потопление. Самый главный результат – не отгибель людей по этим негативным погодным явлениям. Позитивная динамика присутствует, но еще раз повторюсь, что все равно есть еще над чем работать. Зачастую перед спасателями стоят задачи, связанные с риском для жизни. И каждого из них можно назвать героем. Сегодня отчествовали лучших из лучших. Грамоты и заслуженные федеральные награды получили 15 спасателей, в их числе и медали МЧС России за спасение погибающих на воде. Взрослый человек, более 60 лет, попал под шторм, под волну и больше трех часов находился вот под этими волнами. Он зацепился одеждой за арматурой. Спасатели искали, не нашли. Пожарные приехали. Но нашлись те люди, которые проявили инициативу и рискуя своей жизнью, спасли этого человека. Инцидент произошел поздно вечером, и эти трое молодых людей оказались на месте случайно. Решили проявить гражданскую инициативу и не остаться равнодушными, и пойти на помощь человеку, который находился в тяжелой ситуации. Легкое такое волнение было, конечно, присутствовало, потому что море непредсказуемое. И мы ничего, справились с задачей. В задачи на следующий год входит совершенствование и поддержание постоянной готовности органов управления сил и средств, а также систем 112 и безопасный город. В первом полугодии пройдет тестирование и внедрение программного комплекса видеоаналитики в рамках проекта «Умный город». Ну и, конечно, без комплексных учений никуда. Их в 2019-м пройдет не меньше, чем в уходящем. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.